Привет всем! С вами Лилия Донскова. И сегодня у меня для вас будет очень полезная информация. Так как скоро Новый год и вы наверняка уже покупаете подарки. И очень круто, когда подарок не просто подарок, а когда он красиво упакованный. Согласитесь, а еще лучше, если он упакован своими ручками. И для того, чтобы упаковать красивый подарок, нужно, в общем-то, не так уж и много. Например, лента и упаковочная бумага. Например, упаковочная бумага. Где это приобретается? Самый выгодный вариант, если вы найдете магазин, где оптовики, цветочники покупают для упаковки себе ленты и упаковочную бумагу. Потому что там цены просто замечательные. Если вы будете покупать в магазине, то это, конечно, немножко так по карману будет чувствоваться. Итак, приступим. Первое видео. Мы будем делать с вами бантик. Давайте сделаем, знаете, какой? Зелененький. То есть берем ленту. Сразу ее немножко распускаю и убираю кудрю, чтобы она была ровная. И начинаем наматывать просто на пальцы. То есть мы пальцы чуть-чуть растопыриваем. Кстати, какой вы хотите сделать бантик? Поменьше, значит, пальчики поближе. Если прям большой, то значит, где-то на кончике пальчиков и прям растопырить как следует. Ну, мы будем делать средний банк. Наматываем примерно 6, 7, 8 оборотов. В зависимости от толщины вашей ленты. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я сделала 7. Теперь мы ее выравниваем. Все, она ровненькая. Я делаю плотное кольцо. И смотрите, внутренний хвостик вы держите, чтобы чуть-чуть он остался. Да, вот так, ну, побольше даже. Этот хвостик вы отмеряете, ну, можно чуть-чуть побольше, чтобы потом сделать красивую кудрю. Отрезаем. Еще нам нужно будет кусочек ленты взять и просто разорвать. Это нам нужно будет для того, чтобы завязать банку. Итак, у нас получилось такое красивое кольцо. Смотрите, внутренний хвостик у вас должен быть таким торчащим. Ровно по центру вы соединяете, делаете восьмерочку. То есть, видите, у вас восьмерка. И желательно согнуть так вовнутрь, чтобы вот этот длинный хвостик у вас оказался изнутри. Выравниваем восьмерочку таким образом, чтобы вот эти ушки, как у зайки, были примерно одинаковые. То есть, вы видите, что прям не примерно, а прям постарайтесь, чтобы они прям были ровненькие-ровненькие. Все, сделали. Теперь очень хорошо прижали верхнюю часть и хорошими ножницами берем и срезаем наискосочек, чтобы остался перешейк. То есть, отрезаем одну часть, переворачиваем, отрезаем другую. Перешейк должен быть не слишком тонкий, но не слишком толстый. Потому что, если он будет слишком толстый, вы не захватите. Если слишком тонкий, то могут рваться. Итак, видите, вот такой он получился. Теперь, что нам нужно сделать? Берем ленточку, которую мы заранее приготовили. Продеваем между ушками. И завязываем узелочек. Конечно, бантик можно купить в мугафине. В общем-то, и потратить на него рублей 10, 15, 20. А можно сделать своими руками. Примерно из метра ленты, которая вам войдется в рубль где-то. Вот что у нас получилось. Теперь самое интересное. Мы изнутри, у каждой стороны, изнутри достаем один лепесточек. То есть, смотрите, как мы делаем. Вытаскиваем. Вот вытащили. В сторону его отвели. И сделали вот такой вертушок. То есть, да, закрутили. Вправо. Залазите, достаете второй. Вытаскиваете. И делаете влево. То есть, один вправо, один влево. Убрали. Достаете следующий. И крутим его вправо. Следующий. Влево. Это все, когда ручки уже привыкли, делается очень быстро. Вправо, влево, вправо, влево. Очень занимательное занятие. Можно с детишками этим заниматься. Можно самой развлекаться. Так. Одну сторону сделали. Вот она у нас такая пока беспорядочная. Переворачиваем сюда. Делаем вторую. Также вправо. Два раза крутанули. Изнутри достали. Только помните, всегда достаем изнутри. Влево. Вправо. Влево. У нас получится с вами 14 лепесточков. Потому что, когда 6, он все-таки худоватый бантик. Когда 7, уже нормально прям. 7-8 и так далее. И последний закрутили. Так. Вот что у нас получилось. Находим кончики. И так вот. Все вот это вверх поджимаем. Вот так вот поджали. Сформировали такой цветочек. Постучали мы по шапочке. Получился такой замечательный цветочек. Что делаем с хвостиком? Мы его чуть-чуть надрываем на несколько частей. И таким образом надрываем. У меня получилось 4. Можно 5 сделать, 6. Вот так вот. Вот так вот будет. Можно вот так оставить. А можно чуть-чуть подвить. Подкручивать обычно ножницами. Мы берем ножницами и чуть-чуть закручиваем маленькие кудряшечки поочередно. И вот такой вот у нас кудрявый, красивый, модный бантик получился. И можно уже его, конечно же, к любой упаковочке добавить. Посмотрите, какой веселый, оригинальный бантик. Что я могу вам порекомендовать для того, чтобы, например, он стал более такой... Ну, для разнообразия. Вы можете взять два оттенка. Например, желтый и зеленый. Соедините так вот хвостики. Также намотать на руку. Только, да, вы уже будете делать не 7 оборотов. Так, вы соединяете. И делаете не 7 оборотов, а где-то 4. 3-4. То есть, если 3, то значит будет 6 лепесточков. Если 4, то 8. То есть, так же наматываете. И у вас будут листочки чередоваться желтый-зеленый. И получится такой вот интересный оригинальный банк. Ну, на этом наш первый урок закончен. До встречи. Классных вам красивых бантиков. И красивых подарков. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...